С наступающим вас Рождеством Господа Иисуса Христа Вот, я хотел спросить У вас-то сегодня богослужение будет? Сегодня, да, будет Батюшка? Нет, он будет в понедельник только А вы мирским чином, да? Ну, как у нас положено Там написано, так называемое апостольское служение Обычно тут Лена Сразу вела онлайн, а сейчас нет, она дома Она очень сильно болеет Внезапно, едва встала У нее, оказывается, с детства это было При родах, когда она рожалась И в это время ей повредили там что-то Ну, это касается Головы Вторая часть Я с ней разговаривал вчера, она мне тоже присылала Сейчас невролог будет ставить степень Там бывает разная степень Ну, да Там может быть очень серьезная операция Очень, очень большая потеря Она же все вела Все Узнать, привезти, отправить Кто ж сколько прислал Ну, за всем абсолютно смотрела И куда нужно было свозить, потеряя В кого-то другое Она на машине хорошо ездила Но главное, вот это вот, что мы делаем сейчас И кому-то поехать К больным, вот у меня никого нету А нас надо, раз, поехали Важные где-то люди, встречу надо Там в администрации Она сразу все пробивает Когда я сам вот на разных анализах был Ну и вот она везде там проходила Я с ней поехал уже Тут все будет найдено До самой последней точки Она тут сколько этих записала роликов Беседы с разными людьми Видишь как, это ей дано было Ну, я сегодня как будто бы говорил с ней Может быть придет, приедет сюда Ее возит взять, Андрей Головач Ну, а я еще так только Все с этими, которые сейчас делают Очень трудно обрабатываются Потому что слова, видимо, не слышаны Они их не знают Но так как я сам говорил Я восстанавливаю там целые строчки Вот над одной проповедь день уходит Пока все восстановишь А так-то мы движемся вперед все Поговорил, что если у нас будет шесть То пятую сделать на шестую Корочки И не видели, как он взял пятую? Видел, видел, да Я попросил, чтобы такая она как лазурь Какая-то была кверху Потому что человек уже входит в царство небесное И земля черная прощается с землей И там венец такой Да, венец То есть это добывается венцом То есть очень большой смысл заложенный Ну, а это он переделает И все, номер только ее Хорошо у нас, видишь, какой коллектив собрался У нас, да У нас много чего можно делать И все И главное, нигде никогда такого не встретишь Чтобы все было Все только даром делают Для Бога Это вот я где сейчас везде В церкви, везде смотрю Везде, везде все за деньги Здесь все бесплатно А если кто деньги потребует Мы сразу же его исключим Да Тогда у нас тут помог кроликов И тут же он хотел Весь вроде К истину православию забрать себе Да еще уже ради В другой деревне склад какой-то нашел Ну, то есть глупость Несу свет на это Ну, и мы сразу вернули И все назад А у него там дядя ли умер Квартиру ему отдал Он продал И не знает куда Но теперь тихо Главное, успокоился А тут-то уж сильно у нас хорошо шло Вот сейчас негде было А контейнер у них с литературой А теперь кто там, я не знаю Улиц или потребовали убрать его Надо ко мне сюда Вот я сижу сейчас И приехали Тысячу она привезла Мороз такой был У меня руки замерзли Я говорю, не трожь, не лезь Она все равно лезет И она отправляла И за неделю отправила Примерно 400 килограмм И все одна Никого не брала А ей нельзя это Вот сейчас даже подлегая Смотрит, это связано и с позвоночником Это намного глубже Там это с мозгом С мозгом связано Да, да Мужичок и череп Вот эта задняя часть Тыловая Ну, вот когда расстреливали Кого всегда в затылок стреляют Человек падает, как сноб Да Но у вас, получается, ночной не будет У вас вечерняя обычно служба И потом уже Да, да Как всегда Вечерняя будет А потом утром, как всегда А на Пасху Пасхальная идет ночью Первое время у нас как-то было тут А тут народу-то мало И батюшки нету Поэтому А потеряю Это там будет ночная Да Ну, я когда был Был в Нью-Йорке Там синод Ну, там Кондратюки Отец Арсений Ну, и когда он послушал Как эти приезжают священники Они только простое знают Ничего не знают Шпана, говорят, одна Вот мы были Монахи, да к монахи У нас 200 коров было 4 тысячи куриц держали В монастыре Ну, там Перечисляют А у этих ничего нету Только книги печатают И все Малое дело делают Иконы Типографии Открыли Ну, интересно как Он сразу обозвал их Шпаной, говорит А я у него был И он мне говорит Тогда считай на память Помилуй меня Божие Я не беру А я знаю только по-русски И в это время Его кто-то отозвал И он не слышал Как я прочитал Иначе он меня зацепил бы там Ну, да Там можно Столько есть поводов Чтобы зацепить человека Это ужас какой-то И я понимаю Что это сделано Еще для того Чтобы Ну, если, допустим Что-то нужно Человеку убрать То всегда можно найти повод Ну, да Ну, а потом Чужой тут не лезет Как-то один тут цыган Он был Священником Говорит Я говорю Был, да Я говорю Ну-ка, старый Скажи сугубо Иконию как Вот И он мне сразу разоблачил Для священников Это проще простого Да У русских-то Почему отменили Букву Ё Её нельзя запомнить Где И поэтому Заочно Ни один шпион Ни один разведчик Не скажет Потому что Ну, нельзя сказать Ну, а вот То же самое Вот, допустим Служебник там Или часослов Там по нему Вот человек Не может тоже Там не указано Что пропущено Не указано То есть там Надо знать всё Чтоб ты Можно было по нему Так сложно сделали Батюшка вчера Книги выписал Какие-то Такие богослужебные Ну, этот Александр Долгов Из Санкт-Петербурга Прислал ему Четыре книги Но они Два комплекта Один По книгам То я посмотрел Которые нужно считать Допустим Псалмы Порядок Что считать Слово Божьим Написано А тут они выписаны Отдельно Отдельно Там не знает А тут уже Прямо так и есть Так крупным шрифтом Так Да Так-то указано Какое Нынче считать Надо Что считается Местописание Там Апостола А тут по порядку Они идут А ты считаешь Ты видишь там Не по порядку По порядку По церковному А по библейски Они в разнос идёт Всё Да-да-да Ну вот там Многие песни Там всякие Сподобие Господи Нам без греха Сохранитесь И нам И там это всё По отдельному стиху Так взято Из библии Из разных мест По отдельному стиху Да Вот сейчас Какой-то священник Я не знаю Где он В храме Сказал Или дома Это Какая-то беседа была Он говорит Чтобы не молились Что дай победы Нашему оружию Епископ Его там Отстранил Не отлучил Ничего Отстранил Говорит От службы Алексей Уминский Да Да Уминский Он кстати У него много Он очень много Среди православия Трудится По распространению Евангелия У него есть Евангелие от Марка С объяснением И вот он Везде его распространял Но оно такое У него вот К Шмеману Ближе Вот Слишком либеральное Вплоть до отмены Многих Моментов Таких Нет Надо всё Но в этом вопросе В этом вопросе Понятно Почему он так Ну да Надо всё-таки Так как вот Положено Вот у нас Говорят о другой Но самую маленькую общину Создайте Чтобы было бесплатно Всё Ни за что не брали Торговли не было Платье Ну всё остальное Было такое Как у нас С бородами И не тронуто Я пришёл к выводу Что невозможно Кроме как с нуля Да По-другому невозможно У нас Ты видел как Это всё Даже никто Слово не скажет Никому Это И которые люди Приходят Новые вот сейчас Они сразу Всё это принимают Почему Обстановка такая И выхода Никакого нету Лежать не будешь Будешь трудиться Будешь запоминать Я не знаю Когда мы проходили Курс в семинаре Когда что считать По той К триодиум Я всё считал Это Но мне как-то Легко это далось Так Всё Врач посмотрел Сказал Что ничего Выскочила она здесь Я посмотрю Я вам пришлю Сразу Я прям зайду Сейчас через вас И вас открою И тоже увижу Откройте Да как Открой Она меркнула И ушла Она там куда-то Выставила Не на меня Видеть Она меркнула Здесь Потому что Это касается Скайпа Нет Я к тому Вот Смотрите Зайдём Елена Гладыщук Я могу её Сейчас Открыть Давай откроем её Елена Гладыщук Вот она Всё Вот есть Да 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 Врач Посмотрел Сказал Что ничего Критического Пока не Обнаружил Аномалия Это врождённая Нужны дополнительные Обследования И к нейрохирургу Давление Мерию Оно в норме Пока не скачет Но приступы Не прекратились Если чуть Превысить Активность Движений Прописали Ещё Таблетки Вот всё Всё А таблетки Это не даст Ещё Таблетки Это не надо Оно повлияет На другое Согласен Я никогда За всю жизнь Одной таблетки Не съел ещё Даже Сколько раз На операции был И никогда А я Я как с вами Познакомился Ни одной таблетки Больше не съел С тех пор Нет И нисколько Хуже не стало Нисколько не стало Вообще ничего Ни разу не принял Ничего И сейчас даже Смотришь Как на какой-то Это Как можно Думаю Было до этого Доходить На военную охрану Меня принимали Как-то Ну и сзади Когда разделся Она там Своим скальпелем Другой стороной Такой просто Сразу включить Ну-ка идите сюда Там девчата Такие Посмотри Где она меня провела Там как огонь Вспыхнул Это Исключительная Сила Нервная система Она даже Не позволяет Прикасаться И Температура У меня Никогда Не скачала На операции После операции В ренемации Температура Стоит Как положено Там 36 И 5 десятых Все Организм Такой От меня Не зависел Отец Мать Здоровая В обстановке Такой Здоровая Вырос И потом Все сохранилось А когда мне было Лет 5-6 У меня были Даже Сердечные Приступы Я Я Стану Сердцем Или нет Не могу Выдохнуть Все Ушло Да Никуда Там В морфлот Попал Еще А там Вообще Проверка Которые Здесь Пройдут Там Не Пройдут Они Как Они Реагируют На глубинное Погружение На давление Там Разные Такие Дополнительные И главное В этот момент Только бы Не слышать А у меня Наоборот Слух Открылся Совершенно Хороший И взяли Так Убого Да 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 Это Вообще Удивительно А Еще Главное Который Уши Смотрел Так Меня Спрашивает А сам Видно Подвыпивший Врач А что У вас Там С ушами Было Я говорю Ничего Ну как Ничего У вас Там Рубец Такой Я Не Помню А сколько Врачи Специально Смотрели Никто Ничего Не Видел А он Полупьяно Увидел У У меня физическое Повреждение Механическое Сказать А я Где Было Это Не Помню Даже Не Помню Может Маленькому Что Так Попало И Главное В школе Когда Учился Пятый Класс Давали Комфортное Масло А его Терпеть Не Мог Головокружение Ненавидел Просто Этот Запах Ну Вот Так А Был Лег Что Что Вы С детства Не Едите И До Сих Пор Такое Такого Я Ничего Не Ел А Чего Я Такое Не Ел Нет Вот Такое Что Допустим Все Едят Но Вы Это Никогда Не Можете Просто Не Любите Свинину Там Мясо Какое То Нет Свинину Понятно Вы Не Идите Понятно Что Но Я имею Вы же Можете В рот Взять Вас Не Противно А Как Вино Пить Сидим За Столом Метрополит Епископ И сидят И они Наливают Полный Стакан Мне Выпей Я говорю Так я не пью Вино Выпейте А то Вас Говорят Что Вы Считайте За Грех Я Говорю Я не Считаю Вот Выпейте Чтоб Все Видели Я Выпил Я говорю Так у Меня Жена Квас Готовит Крепший Некоторые Считали Что Свинину Грех Есть Таким Кашу Специально Канон Говорит Варили Чтобы Кашу Которая Свинина Варилась Поешь Немножко Там Хотя Ложку Вот Как Проверяли Вот Когда Священник Выходит Здесь Живёт Служба А там Икона С одной Стороны И с другой Это он Перед Нами Показывает Что Он Иконоборец Это Напугал Арии Там И другие Это Всё ещё Оттуда Зачем Ему Это Афишировать Там На Богослужении Вообще Всё Практическое Вот Допустим Идёт Со свечой Впереди Священосец Это Потом Пришло А Изначально Это Было Там В темноте В катакомбах К примеру Это Просто Освещение Он Должен идти Видеть Куда Идёт Священник С Кодилом Которая Маша Пахала Оказалось От Ух Отгоняют Больше Ещё Нет И Потом Другой Вопрос Этот Вот Эти Все Про Скомедии Там Всё Это Приношение Это Просто Приносили Туда Для Совершения Богослужения Еду И Вот Про Приношение Это Потом Сделали А Царские Часы Царские Часы Оказывается Это Просто Император Приходил Три Раз В Году И Участвовал И За Это Царские Назвали Часы Не Потому Что Что То А Император Царь Приходил А Святые Отвечают Он Мирянин Но Имеет Право Заходить Почему Святые Говорят А Цита Сделали Мы Не Знаем Они Понимали Что Это Вопреки Канона А Вот Это Когда На Богослужении Вечернем Когда Дают Хлеб С Вином Вот Так В Венех Хлеб Промачивают И Всем Раздают Это Было Для Овсеночного Бдения Люди Чтобы Могли Всю Ночь Стоять Им Просто Подкрепиться Поесть Чтобы Было Дешевле Спать Ну Да Чтобы Легче Потому Что Молились Как Долго И Тоже Позже Это Все Пришло И Все Вход Великий Вход Ничего Этого Не Было Входа Это Просто Приносили Просто Заносили Это Потом Из Этого Сделали Ритуал Да Главное Что Люди Ни Один Не Понимает Ни Один Вот В храме Если Пять Тысяч Ни Один Не Знать Что Это За Движение Что За Возгласы Ноль Целых Три Десятых Которые Только Регулярно Ходят То есть На Триста Человек Один Я Вам Высылал Это Во Браке Изычества Цепенникова Там Евгения Ну Вот Я Когда Стал Изучать Уже Откуда Историю Всех Вот Этих Вещей То Я Я Понимаю Что Я Имел До Этого Более Возвышенное Понятие Богослужения Чем Когда Я Изучил Уже Я Имел До Этого Более Возвышенное Понятие Опасно Тебя Запускать Туда Нет Я Вижу Что Там Все Практическое Оказывается Ну Да Там Оно Все На Практическое А Потом Переросло В ритуальное Ритуальное Чтение Вот Допустим Было Чтение Обычное Ветхозаветное А потом Перенесло Стало Ритуальное Это у нас Священники Отец Карп И он Вечерняя Проповедь Такая Я Утром Исповедовать Буду Так Вы Наклоняйтесь Башкой Мне в пузо Не давите У него Пузо Башкой В пузо Не давите Я Раньше Воспринимал Только Образно Символически Только Так То есть Священник Вышел Для меня Это Христос Вышел Вот Он Пошел Вход Великий Вход Он Пошел На Голгофу Я Так Это Все И Только Так И Воспринимал А Теперь У меня Другие Еще Понятия Туда Добавились А Их Оказывает Толкование Штук 5-6 На Каждое Действие Там Кавасила Кавасила Этот Николай Что-то Толкует Тут Семен Солунский Здесь Еще Этот Еще Кто-то Что-то И Целую Таблицу Я сейчас Изучаю Приходится Таблицу Составлять Вход И 5 Разных Толкований И Какое Брать За Главное Не Знаешь Даже Я Вот Сегодня Думаю Что Говорить Даже Не Решаюсь И Уже Сколько Раз Говорить Не Говорить Вот Так Объяснить Слово Рождество Которое В Библии Встречается Только Один Раз Один Раз Один Раз Один Это Слово Рождение Заменили Его В одном Месте Рождество Иисуса Христа Было Так Матфея Больше Нигде Нет И Вот Я Хотел Коснуться Этой Темы Притом Я Прошу Всегда Дай Мне Господи Новое Которое Никто Не Касался Если Этой Коснуться Ни Один Святой Не Касался Ни Один Потому Что Они Говорили Василий Великий Кирилл Русалим Я Это Знаю И Сегодня Мне Такая Сторона Открылась Я Сам Испугался Говорить Не Говорить Думаю Последний Час Когда Будет Тогда Решу Ничего Себе Это Вы так Специально Вы так Делаете Чтобы Никак Не Повлиять Своим Ранним Решением На То Что Дух Святой Прикажет Сделать В тот Момент Да До Конца Как Я Учился На Практике У Златоуста Вот У меня Все Уже Записано Сейчас Я пойду Раскладу Закладки В этой Библии Другой Считает Я Не Вижу Считает Другой Но Я Коснусь Другой Стороны Зачатия Откуда Все Пошло И Что Из Этого Вышло И Почему Он Показал Себя Ангелом Значит Его Не Видели А На Утро На Завтра У У У У У У У Слава Вышней Богу На земле Мир Человека Благоволения Коснуться Таинственной Стороны Как далеко Мы ушли От исполнения Этого Поэтому Требуется Калятки Хождение Ну и все Остальное Я Не знаю Вот вы Сколько Увидели Там 103 Псалом Сколько Проповедей Сказал 18 Ну вот Видишь Как И мне Я Сказал Все Как будто Сказал Завтра Готовлюсь А у меня Новый Выплывает Я за новое Берусь Опять Я вот Сейчас Если Лену Потерять Это много Придется Терять Я так Молюсь Господи Потому что Она вела Все Абсолютно Все Сколько Людей Кому Отправить Откуда Сама Отправляла Это Надо Быть Свободным Надо Так Любить Своё Дело И Она Притом Не Просто Как Привязанная Была К этому У У Нас Отношения Были Очень Хорошие Очень А я Только Всю Жизнь Думала Чтобы Около Меня Был Такой Человек Знал Слово Божие Ни На Кого Не Смотрел И Изъяснение В любви Духовной Чтобы Не Говорили Как Что-то И Моё Отношение Было Такое Где Бывала Она С кем То Что-то Я Только Подскажу Она Сразу Отступала Уже Там Она С кем То Начала И Перекидывать Со словами Не надо А ей Как раз Это И не надо Делать Переживания В ней Сразу По затылку Видишь Как Ко времени С мужской Стороны Ближе Тебя Брат Никого У меня Нет По всему Везде По делу Главное Мы Одинаково Все Понимаем И Поэтому Видишь А среди Женского Пола Ближе Ее Никого Не Было Есть Добрые Сестры Помогают Ну Так Все Охватно Взять Никого Нет И Записи Ведет У нее Большой Канал И Главное Все В этом Деле Распространение Печатание И Расчет С ними Все Она Делала Вот Как И у нее Своё мнение Всегда Было Только Я скажу Она Своё Мнение Не высказала Она Сразу Отступает Она Мне Ни Разу Не Огорчила Как И Ты Дорогой Мой Брат Видишь Как Это Уже Бог Так Делает Да Мы Мы С ней Из Одного Из Одной Купели Вышли Из Озера В Один День Поэтому Она Наталья Усатая Это Мне Как Сестры И Я Потом Только Понял Что Те Которые В день В Которые Ты Крестишься Они Самые Близкие А Мне Какие Ваши Заслуги Что Бог Дал Вам Такого Вячеслава И Люди Со Стороны Все Это Видят Так Они Еще Не Знают Что Ты Ко Мен Заходишь И Все Выправляешь Делаешь Люди Это Понимают Что На Кормушка Голуби Голуби Едят Сыплю Дикие Которые И Воробьи Жуланов Почти Нет Их Надо Мясом Кормить И Семечек А Это Я Отходы Даю Им Гляжу Володя Там Во дворе Расчищает Дорогу Кто Придет Катаясь Я Сейчас Учусь И Все Равно Я Вижу Мне Полезно Я Выправляю Недостаток Образования Свой В детстве Который У меня Не Обладал Давай Потому Что Я Сейчас Церковно Славянский Изучаю Схемы Таблицы Местоимения Прилагательные Я По русскому Это Никогда Не Изучал А Тут Мне Приходится Для Того Чтобы Этот Понять Мне По Русскому Восстановить И Здесь Все Это В Голове Мне Полезно Это Хотя Конечно По духовному Ничего Ничего Не дает Кроме Смирения Больше Ничего То есть Я Раньше Мыслил Всегда Смыслами И Поэтому Я Когда Вас Встретил Я Сразу Увидел Какие Глубокие Смыслы Что Я Всегда Искал А Сейчас Я Больше На Внешне Ориентируюсь Вот На Какие Внешние Какие Дела Вот Эти Формальные Я До Этого Вообще Так Не Мыслил Даже И Для Меня Это Как бы Возврат На Более Низшую Степень Вот Я Сейчас Изучаю Все Это Богослужение И Все Остальное То есть Оно Все Указывает На То Что Я Уже Туда Куда Я Уже Попал В Глубину А Оно Все Туда Указывает То Я Получается На Более Ниж Уровень Падаю Но Мне Полезно Потому Что Я Знаю Что Там Дальше В Глубине Ну Да Видишь А Вот Есть Такой Рассказ Я Не Знаю Куприна Кажется Анафема Не Читал Считал Не Нет А Можешь Зарядить Зарядить Анафема Называется Когда Нужно Было Проклинать Льва Толстого А Он Запел Анафема Он Всю Ночь Считал Его Рассказы Казахи И он Повлиял Так И как Там Попадя Пыталась Его усмирить Он Шиш Только Она Замолкла Анафема Да Анафема Рассказ Анафемы Я подумал Куприна Да Да Александр Куприн Анафема Оно Маленький Такой Маленький Но Там Все И Есть Фильм Поставленный Потом Фильм Посмотри Не Пожалеешь Как Подошли К этому Как Он Готовился И как Мальчики Хорм Он Над Анафема Он Многое Лето И Архиерей Был И как Они Тонкими Голосами Начали Там Какое Движение Началось И Он 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 Понял Что Все Уходит Оттуда Больше Служить Не Будет Так Вот Называется Анафема Он Когда Голосом Я Все Поставил Прочитаю Сейчас Да Господь Будет Судить Нас По Своему Слову Вот Именно Один Начал Что-то Сильное Вот Там Которые Каноны Их Даже Нет Он Говорит Каноны Бог Не Составлял Отстаньте От Меня Ну Нет Этого Нет Они Забыли Самое Главное Допустим Книга Правила Там Были Правила Написано Петра И Павла Их Нету Они Только Которые Когда Раскол Произошел По Никонской Реформе Это Все Убрали Как Можно Было Убрать Там Написано Мирской Человек Если Обладает Знаниями И Никаких За ним Грехов Нету Пусть Проповедует А Тут Как Знаю Что Я Людям Где-то Говорю Не В Храме Меня Вызывали На Ковер Вы же Знаете Что Нельзя Правила Такое Где Нельзя Против Сами Священники Большего Зла Никто Не Сделал Кроме Тех Кто Запрещал Больше Всего Монашество Прошляпали Два Миллиарда Мусульман Упустили Но Вы В Житях Святых Можете Такие Примеры Привести Примеры Таких же Много Примеров Когда Мирянин Проповедовал Мирянин В храме Проповедовал Это Нет Вообще Мирянин Проповедовал Севастьян Какое У него Там Звание Ну У меня Там Все Показано Симфония Которая Составлена А Уже В четвертом Веке Уже Споры Шли Пятый Четвертый По поводу Оригена Второй Век Уже Уже Были Противники Тех Которые Чтобы Миряне Проповедовали Уже Тогда А вот У меня На сайте Там Творение Златоуста Я насчитываю Выберешь Когда Время Послушай Первый Том Биография Златоуста Как говорят Потрясает Сколько Было Врагов Как Они На него Были Как Он Переносил Как Проповедником Стал Вот Первый Том Вот Я По избе Хожу Туда Сюда Мне Надо Три Километра Набрать Каждый День Не Набираю Я Включаю Его И Слушаю Сайте Да Да Я знаю Первый Том И сразу Биография Начинается Там Можно А первый Том Там Не К Федору Падшему Увещание Нет Сначала Биография Его О У нас Почему-то Я на сайте У себя Не нашел Это Вы имеете Ввиду Послушать Если А я Что-то У нас Сразу Начинается К Федору Падшему Послушать В сайте Моим Голосом Насчитаны 12 Томов Голос Не такой Был Мой Голос Мне Послужил Хорошо А я Библию Библию Архипелаг Гулаг Я все У вас Слушаю Архипелаг Гулаг Я уже На третий раз Такая Глубина Я вот Сейчас На третий раз Его Переслушиваю У него Такие Изречения Есть Прям Библейские Как будто То есть Он Прям Самую Сердцевину Он Увидел Самую Сердцевину Во всех Вопросах И прям В нее По ней Бил Вот Что Послужило Крушением Этой Империи Зла Горбачевская Гласность И Солженистинский Архипелаг И он Когда Почему на него Сегодня Столько на него Хулы Я не знаю Он скоро Меня превысит Сколько на меня И такие Один говорит Я не одобряю То другое Но вы согласитесь Что вы там не сидели И я не сидел дня Как мы можем Говорить на человека Которого нету То есть Нахулить Или он вышел И начинает Их трясти А мне Нельзя сказать Больше у меня Выхода нету Я вообще Просто поражен Как это И так удивительно Что Путин И Медведев Они Прочитали Я даже Вот сейчас Вот Той должности Которую я занимаю И мне сильно Помогает Архипелаг ГУЛАГ Чтобы не сделать Ошибок Которые делали Там Они Которых он Описывает То есть Я же там Потому что Ну Делаю Даже Приказы Некоторые Ну Распоряжения Не от себя Делаю Но я их Составляю Для человека Для И Инструкции И я понимаю Я там Когда Прочитал Послушал Архипелагол Я понимаю Что я не туда Некоторые вещи Неправильно делал Чисто из-за Архипелага ГУЛАГа Да Ну не обвиняли За него Искали Не нашли Потому что У меня Где Шапки снимают И там Как полочки Кто приходил Мы договорились Они Люди Каждый день Приходили Много Я гляжу Лежит книга Я насчитал Положил Кто Когда взял Я не знаю Они Когда я был арестован Сильно добивались Где откуда Я по сей день Не знаю Мне это Мне это было Очень близко Я прошел Этот ГУЛАГ Но мой опыт Солженица Ни у кого не описан Проповедь На всю тюрьму На все дороги На все этапы Везде Вот Самое трудное Это психиатрия Когда начинают Они там Опыты делать Над тобой Я это прошел И Последние разы было Только Смотрели Спрашивали Хорошую Дали характеристику И тут я Бесстрашно Входил В другие палаты Свидетельствовал Говорил И призывал К порядку Вот так Это Бог На это избирает Паст Ну а в психиатрии Какие вам вопросы Там задавали Чтобы определить Нормальные вы или нет Ну Когда У меня видите Там они неделю побудут Уже за неделю Дают ему Судить или не судить Вопрос Вот Он бывает Другой придуряется Но все-таки Размотают его Как-то А тут Когда ждали Когда Приедет Какой-то там Кандидат Или Кто из Москвы А это Кемерово И вот он приехал Там Моисей Аронович Какой он Национальности Интересно И вот он Меня спрашивает Сидит Скажите А вот Вы голоса Какие-то Слышите Я говорю Слышу А какие Я говорю За дверью Матеряться опять И дальше Говорит Вот Великомученица Екатерина И Зоя Космодемьянская Чей подвиг Выше Я говорю Зоя Космодемьянская Да А почему Потому что Екатерина знала Она в этот же день Получит Все оторванное В ней Всей груди Все А у этого Ничего не было И она до конца Выдержалась И слушать И верить Вот эту Доди Скать Он получается Очень образованный Знает Такие вещи Конечно Конечно Психолог Он обязательно Знает Ну и дальше Там Что как Было Здесь Но сами Которые Врачи И которые Ежедневно Записывают Как ведут себя Они мне Сильно Хорошее Написали И когда Меня уже Забирали Теперь на этап Вернуть Барнаул Они Одна сказала На пенсию Никого Так не провожали Два полных Мешка Подарков Наложили Там И галеты И чего Только Нету И сверху Кружку Там Все Положили А Которые Повез Сказали Это Его Не трогайте И Правда Ко мне Никто Не тронули Я Делился С людьми Вот Как Бог Делал То есть Вся Эта Психиатрия А она На Несколько Регионов Была Одна Они Все Были Можно Сказать Приняли Одна Утром Придет Рано И Уборка Занимается Я Встаю Она То Вареные Яйца Подложит Еще Что Откуда Одна Матрена Тут Один Лежит А мне Еще Не Даешь А Что Тебе Давать Ты Давать Что Материшься За Это А Ему Почему Даю Потому Что Я С детства От Мамы Слышал Что Земных Кто Сорок Поклонов Делает С тем Бог А Я Не Вижу Что Она Меня Замещает Я Все Правила И Все Это Характеристики Показали Вот То Где Они Не Возьмут Какую Область Гоняне Мне Господь Провел Провел Там Я Могу Говорить Вот Ехать В Америку У меня Столько Приглашений Были Оплачено Ехать Не Ехать Ну Не Хочу Я Это И Только Зоя Крахмальникова Меня Збинала Вы Считали Горькие Плоды Сладкого Плена Горькие Страдгородского Это Это Статья Или Что Ну Она Брошюрка Маленькая Она Подробно Где-то В наших Книгах Была Размещена В книге Нет Но Только Ссылка Есть В ответах На вопросах Этого Если Не Было Я Где-то Я Это Многократно Слышал Не Помню Читал Или Нет В интернете В интернете Ты возьмете Сразу Он Отдастся Вам Многократно Слышал Не Не помню Просто Читал Или Нет Она Глубинно Рассматривает Все Это По Какой Причине Такое Предательство Ага Тут Такое Дело На Эту Тему Декларации Сергия Строгородского Вопрос Я Его Отвещал В каком Томе Тридцатом Томе И Сегодня Ночью Его Выставила Усатая Наталья Выставила Я Его Подработаю Выделю Красным Что Надо И дам Там Выступления Разных Обраны Вместе То есть У меня Материал Богатейший Читал Я Читал Я Это Читал Все Я Это Все Я На Сайт Это Все Тоже Вносил На Новый И Многократно Я Всегда Это Перечитываю Все Что Касается Вот Этого Все Что У вас В книгах Есть Я Читал Вот Это Николай Сироткин Сильно Помогает Очень Я Вчера Ну Говорю Какой У вас Таланта Есть Он У меня Там Дорогой Мой Все Это Потому Что Пятого Убираем Я Только Успел Сказать Ему Как Выглядит Послал Ему Одно Стихотворение Вверху Такое Света Внизу Он Тут Скидывает Звонок Дает Посмотрел А потом Сделал Еще И Терновый Венок У Него Работает Голова Ну Если Только Господь Даст Не знаю Где Будем Собирать Средства Я Не Хотел Участвовать В этом Деле У Меня Там Маленько Накапливается Ремонт Надо Делать А то Дом Завалится Весной Соберу Тут Тесто Которое Принимал Крещение Константин Володя В это Время Приедет С Кузьмином Николаем Георгиевичем Я Так Думаю Что Здесь Надо Долбить Хотя На Полметра От Дома Асфальт И Надо Теперь Домкраты Достать Домкратов Нет Асфальт Асфальт Это Не Муниципальный Там Нет Тут В ограде В ограде Наклон В другую Сторону Вода Стекает По Голбис Заранее Завести Надо Чтобы Был Цемент Дальше Щебень Ну И Песок Самим Здесь Делать Надо Это Все Дорого И Как Поднимать Будем Уже Мы Сем Шпал Нашли Здесь Рядом Железная Дорога Была И Ее Все Разобрали Увезли Рельсы Я Все Это Наблюдаю Снимаю И Туда Какие-то Большие Трубы Проводят Дальше Куда Кобей Или Что Тут Рядом Маленький Район Такой И Дома 21 Этаж По Порядку Идут Прямо Коло Нас Утрамбовывают И Чтобы Какими-то Плитами Загораживают А тут Не От Обе рукав Тут вода Не движется Чтобы она Не размыла И уже тут Ну добрый Десяток Наверное Домов Таких Больших Угу Ты что Такой вопрос Агнат Ихнович Вот у меня Мать Вот Она Хочет Принимать Крещение В нашем Храме На Крещенский Когда будут Праздники Крещенские Вот Ну вот Мы уже Где-то Может В года Два Вместе Библию Читаем По вечерам Вот И у него У нее Много Уже Открылось Ей Но она Никак Не может То есть Она все Штаны Носит Бывает Подкрашивается Голову Не покрывает Я Ну не знаю Как Вот Я То есть От меня Зависит Я могу Сделать Чтобы ее До крещения Не допустить Вот Понимаешь Тут надо Как-то Выведи на меня Она меня Не принимает Принимает Ну давай Пускай я с ней Побеседую У нас Не раз так было Никак Никак Я один раз Побеседовал А она приняла Все Хорошо Хорошо Я выведу Выбери Какой-то момент Заранее Подготовься Какие-то вопросы Чтобы она задала И скажи Давайте Побеседуем Потому что Вот к нам Она если приехать Она Тут Конечно Качнулась бы У нее все У нее все Она Не вообще Почти не отдыхает То есть Здесь за За дедушкой Ухаживает Туда-сюда То есть У него в принципе У нее жизнь В принципе Как у святого человека Если только Вот это убрать Вот это Вот то что Вот это одежда И все вот это мирское Если убрать Она в принципе Вообще Не развлекается Никак Ну вообще Постоянно в работе Находится Ну да Смотрите Внешнюю-то форму Никак Платок трудно Скажи У нас связь С мультурманами По предкам А посмотри Как они одеваются Даже с той стороны И то-то побуждать должно Она притом Все это не отрицает Все знает И говорит Так и есть Все Но ничего Говорит Я ничего с собой подел Не надо так Это Она вот Ничего этого не против Она все это за Но ничего это сделать Не может Интересно А как же Отец Ну отец Они же В разводе Сто лет А я же не знал Отец Он вообще В другом месте Живет Я еще маленький Был Два года Как ее называть Мать Ну настоящее имя По паспорту Люция 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 Это еще Людмила Ну нет А так Вот когда По мочению Помочили когда Лия Назвали Мочение Как назвали Лия Лия Не знаю Это Надо Посмотреть Чтобы равнозначное Было Лия Это Пожа Лия Да нет Лия Это уже точно Потому что Помочение Когда было Было Лия Название Имя Далее Ой 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 Как Сколько всего Лия Да Ну потому что Во первых Она еще Влияет Магазин Женской одежды Она там Работает Ну как Директор Как бы Как директор А женская одежда Там всякая Там и деловая То есть То есть там Брюки И всякая такая И она слишком На этом повязана Она вам не помогает Что? Мать Вам не помогает Ну как Не помогает Очень помогает Она Можно сказать Тыл Тыл мой Если бы Не она Я бы столько Не мог Дел Время уделять Делам Божественным Это Тыл Обеспечивает Ну хорошо Ладно Нам надо Нам надо Найти Хороших Спонсоров Чтобы Помогли Издать Проповеди Во свете Святой Библии Это последняя Будет Песня Уже Для Слова Божия Нету Это Никакой Трудности Нету Надо готовиться А вот это Вот Сейчас мы Делаем Это Очень Значительное Ну конечно Вот даже Вот сейчас Вот я хочу Рождества Проповеди Подобрать А там у нас Будет все Открываешь Книгу И там Подряд Будет Пять Проповедей По Рождеству К примеру Да Уже все Собрано Будет Ну хорошо Там Я никак не могу Раскачать Эту Кондратюк Она Она с такой Тщательностью Ну просто Невозможно Сказать Ничего Нельзя Она Все Запятые По книгам Посмотрит Где-то Произношение Не такое Она сразу Выискивает Как было И так Или не так И тут же Согласится Как я скажу Понимаешь Это Бог Дает таких Людей Но мне Нужно Она Берем Это уже Из книги Уже однажды Она редактирована Это была Тема Чтобы поскорее Как-то На другое Переключить Никак Тут Самый активный Оказался Грибанов Иван Сразу Закончил И сразу У меня Выбирает Ко мне Кто-то Звонит Ну все Тогда С Богом Спаси Христос Все С Богом Спаси Христос